продолжается наши видеоролики всем привет с вами я эти третий день работы не помыться не побриться некогда состав перим симферополь сейчас ушли его проверяли весь в каждом вагоне были сняты барашки с кранов видимо экономия воды снимали специально чтобы расход воды был небольшой чтобы воды хватало всем не знаю зачем они так сделали проще можно было водяные насосы выключить сейчас вот прошлись сегодня работаю с вадимом я на подработке вадим ушел за бумагами за актами потому что у нас запросился транзитный поезд сейчас 50 минут должен прийти вот стоим ожидаем он бежал а я пошел за кофе у нас же традиции у нас секретный поезд мы не знаем его сообщение куда он идет мы не знаем что это за поезд но он есть номер какой-то странный 861 у нас такие поезда не ходят пассажирский значит он не пассажирский возможно и спец поезд какой-нибудь в общем там у нас заявка на засор возможно диафрагма порвана а может просто засор какой-то сиди будем разбирать смотреть я не знаю стоянка сколько поезда тоже не написано в общем в условиях не очевидности будем работать будем проводника дергать постоянно что подсказывал когда отправление сколько стоим чтобы на все успеть сделать он там в ларьке уже кстати готовится продаже сейчас кофе покупала там тоже вся на измене ленту поменять выпечка пришла очень приготовилась я и сказал что сейчас какой-то поезд придет непонятный возможно там и побегут покупать на первый путь принимать будут сразу обрадовалась выручка пойдет сегодня жарко и по традиции я кофе купил сначала хотел выпить передумал отдал вадиму а сам взял себе газированной воды прохладники жарко на улице сегодня солнце шпарит мы опять тут в три шкуры одеты он немножко расстегнулся чтобы полегче было у нас что получается в составе первеного россии с к 3 вагона еще доделать потом будет состав у нас теперь бибритинский курорт но он еще не пришел а так еще сегодня заявился вагон на ну на ремонт в рамках то 3 туда еще сходим что сходим 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 сделаем просто мы сегодня вдвоем на смене хотим мы хотели вот перь на в россии быстренько вдвоем пробежаться все сделать и уйти на вагон на то 3 его поделать но запросился транзитом ходит самый главный гоняет всех накрышил печенье сейчас и ты вот такой наглый всех разогнал не дает поесть объявили поезд сейчас прибудет на первый главный путь чё пойдем туда если с головой третий то нам туда 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 он оттуда же привет нет ладно ну давай подождем 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 сейчас ладно сейчас галка прилетала такую здоровый кусок стащила и улетела а вон она села маленький нынче берет давай бери большой кусок тоже осторожничает тихонько подходит боится по люлям то получить все взяла себе кусочек сейчас будет грызть опять опять махач у них опять опять гоняет всех борьба за еду не то там сломалась неправильно заявку сделали еще стремянки нет во всем составе он сказал нам сразу прикрутил ну кольцо то на старом что там подмотать на был короче ребят получается вот вакуумный насос нам сказали что якобы засор там туалете с той стороны мы пришли завели он очень не качает вакууму да нет сняли здесь обратный клапан во первых забила закидала грязь во вторых там пружина лопнула он сел и до клапана еще забила полностью еще здесь забило да треугольник ну давай нажимай проверяй сейчас посмотрим по манометру как пойдет нет что-то качать нет еще и стремянки нет в догоне не здесь не во всем составе не шипит нет я не вижу чтоб манометр что-то шевелился возможно его тоже может забило сейчас посмотрим время обед и мы вот до обеда все ковырялись с этим вагоном в общем обратный клапан заменили все равно не заработало разгрузочный клапан у нас вышел из строя пришлось мне снова сбегать разгрузочный клапан взять не рабочей стороны поменять но я там что естественно снимать не стал все быстрее быстрее прибежал вадим с рабочей стороны говорит мне там надо тоже менять разгрузочный клапан потому что он поменял диафрагму не сжимая тоже пружины износились пришлось еще раз сбегать короче набегался я сейчас у нас обед и после обеда мастер распорядился нам разделяться то есть вадим пойдет делать вагон в рамках то 3 а я пойду на парк доделывать перми новороссийск нам 3 вагона надо делать и перебираться в состав перми меритинский курорт пошли кушать уже видите через мойку тащат перми меритинский курорт 353 состав а я в составе перми новороссийск сейчас будем доделывать остатки я уже там один вагончик быстренько сделал вот сейчас здесь заменю диафрагму соберу все поставлю закреплю проверим этот вагон и вроде как с этим составом все и пойдем на тот Вадим ушел на ТО-3 кто вперед освободится тот к нему и пойдет но если он вперед освободится он ко мне на помощь пойдет если я то я к нему пошли работайте унитаз абсолютно металлический поэтому верхнюю часть не снять приходится вот изгибаться вот так ну ладно хоть шпильки и не заржавевшие и не заржавевшие так это стоило вот так все самое главное все самое главное ровно поражать и попасться сейчас нажмем сначала потом будем попадать ровно так конечно не по резьбе еще пойдет так одна шпилька длиннее другой шлюет так не бывает может и бывает так теперь надо чтобы у нас а вот тут не ровно села вижу 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 так так теперь надо потом нащупать внутри и понять ровно она села или нет сверху не увидишь иначе если она там внутри неровно сядет при каждом смыли у нас отсюда будет вода утекать ай шатается все и Продолжение следует... 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 Все хорошо. Блин, я уже падаю. На ногах уже не стою. Так, трубку я снял. У меня не идет вода, ребят. Сейчас посмотрим, либо действительно воды нет баки, либо здесь грязь забила все. Так, кран открыл, вода не пошла. Давайте посмотрим. В раковину вода идет. Нет воды? Нет воды? Так, это у нас что? Нет воды. А в раковину главное, что идет. И причем хорошо идет. Может быть остатки льются? Блин, скользко там. Рука в мазуте все. Идет вода. Так, ладно. О чем здесь-то? Сейчас надо разобраться, какая трубка пошла водяная. Так вот же она и вот оба крана. У меня сейчас тогда... Нет, да, вот она водяная. Что за странности такие? Почему вода не идет? Надо с той стороны будет сейчас посмотреть. Да. Этого воды нет, ребята. Нет, все открыто. Нет воды. Это значит остатки с крана выливались. Сейчас докладываю мастеру, но мы стоим очень далеко. И, наверное, здесь депо заправлять не будут. Только на станции. А это будет глубокой ночью. Но все равно, я мастеру сейчас доложу, а там далее пускай. Ну, пускай будут все в курсе, в общем. Может быть, что-то и придумают. Это я про вагон, который прицепляется к 149-му, что ли, поезду до Санкт-Петербурга. Вот в нем воды-то нет. Состав Перми и Меретинский курорт я прошел. Но там, ребят, кто тут заросли такие? Но там какие-то ротировочки, опять замена вагонов. Я даже мастер еще пока не в курсе, что куда идешь, что на что меняется, какой вагон. Поэтому пойдемте до конторы сходим. Закончат там с заменами, с маневровыми работами. Если какие-то вагоны действительно поменяются, сходим еще раз проверим. Ну и надо позвонить Вадиму, что у него там творится на ТО-3. Может быть, какая-то помощь нужна будет. А может быть, и он уже сейчас освободится вперед. Воздух шипит. Пойдемте. Ну что, тебе там? Помощь-то нужна? а ты сдаешь потом делаешь что-то ну ладно тогда я в офис пошел ну вроде да вон я сейчас последний этот замену прицепку посмотрел клапан клапан сделка там еще кожух на было закрепить штабе новороссия все-таки видишь обратили на него внимание ну там до болт поставил по длине это с шайбы стянул ладно что пошел в контору давай все короче все седьмое час время вон вагон который прицепили видите немец старый фашист клапан там потек с нерубочки ну как вернее он плохо смывал я его сделал он потек пришлось его разобрать полностью промыть пружинки там поменять ну здесь вот состав новороссийский замечание пдк комиссии один единственное замечание это вот то что кожух закрепить на было все пошли в контору все-таки что-то я подустал сегодня немножко я хочу в душ вообще как будет как вы знаете как я хочу в душу точно знали будет как я хочу побриться помыться мечта вечером уже скоро буду дома и моя мечта осуществится уважаемые подписчики наконец-то я сходил вчера в душ побрился помылся вы бы знали как я с работы летел вчера и я главное бегу и вспомнить не могу есть у меня дома хлеб или нет да и хрест ним даже если хлеба нет фиг я даже в магазин не забежал я просто быстрее домой фух я прибежал скорее шмотки в стирку сам в душ побрился помылся лег в кроватьку и такой думаю как прекрасно завтра с утра рано никуда вставать не надо и я такой свеженький ой как как классно короче вот и сегодня утром как назло вот выходной день 6 утра просыпаешься и тебе не спится ну ладно думаю раз не спится надо вставать садиться за монтаж видеоролика скорее скорее и сам очень интересная как бы вчера работал у меня все мысли было завтра один выходной день не надо все успеть с утра думаю сделал быстренько монтаж ролика покатаюсь на велике вот вот это у меня в голове покатаясь на велике покатаясь на вели о погода за окном прям сырущая всю ночь шел дождь мелкий сейчас там дождя нет но все сырое везде лужа асфальт сырой а я вчера с работы еще бежал то скорее наконец-то забрал крепление для камеры вот так вот тугое тугое такое так можно повернуть так можно повернуть по всякому есть еще вот такая штучка она снизу прикрепляется ну кому как удобнее вот я думаю что вот это все-таки надежней я думал что есть сегодня испытаю один покатаюсь на велике засниму вам город а хрен там погода нам сегодня сказала сиди отдыхай у тебя единственный выходной спереди снова три рабочих дня поэтому нефиг ну да ладно лето еще ведь не кончается будет нормальная погода скатаемся и так ребят у нас у подписчика вчера сейчас скажу когда я знаю что ролик вышел позже до 17 июля 17 июля у владимира медникова нашего подписчика был день рождения владимир я поздравляю вас с днем рождения желаю вам всего самого наилучшего самого хорошего ну и конечно здоровья вам крепкого удачи во всем с днем рождения вас и что давайте заканчивать этот видеоролик я сейчас что а мне еще надо будет ребята я вот что хотел еще сказать сейчас еще пойду отправлять призы которые были разыграны на прямом в прямом эфире на стриме так вот в прямом эфире на стриме писал под никнеймом томас вот утешительный приз для него так вот томас на электронную почту вы мне ничего нет написали куда мне отправлять вам утешительный приз пожалуйста напишите на электронную почту зайдите на стрим запись трансляции осталось там в описании есть моя электронная почта вот и также ак зачем кстати вам то делать я же под этим видеороликом описание напишу свою электронную почту и пожалуйста томас напишите мне куда вам отправлять ну и подарок как бы приз и вот на электронную почту напишите мне пожалуйста обязательно адрес и номер телефона потому что в сдэке когда я отправляю мне нужно указывать номер телефона получателя вроде все ну давайте теперь перейдем к благодарности ребят я хочу поблагодарить вас за ваши просмотры за ваши комментарии за ваши поправочки советы спасибо вам большое особенно хочу поблагодарить вас за вашу финансовую поддержку спасибо вам что вы меня поддерживаете огромное вам спасибо но я с вами прощаюсь с вами был я улыбайтесь вам это идет я желаю вам здоровья и не только вам и вашим родным и близким всем пока пока до новых свежих видеороликов реквизиты для вашей поддержки я как всегда оставлю в описании всем счастья всем добра